Хемула пишет. Поздравляю с наступающим и вас также. Вопрос такой. В 2017 году мне попалась информация о Intel ME, Management Engine, где говорилось, что это чудо встраивается во все материнки с интеловскими процессами, что имеет доступ к файловой системе компьютера в обход основной операционной системы, что работает чуть ли не на 486 процессоре, в скобочках в другом источнике читал про процессор Pentium. И в качестве ОС там стоит модифицированная версия Minix. Во всем этом меня заинтересовали два момента. Первое. Как 32-битный процессор Intel 486 или Pentium может работать с памятью современного компьютера, с его дисками, которые могут быть разбиты в разных файловых системах и тому подобное. Как обстоят дела с лицензированием ОС? Насколько я помню, у ОС Микс какая-то сложная лицензия, которая сильно ограничивает возможности ее использования и модификации. Смотрите. Во-первых, Intel ME появился в 2008 году. То есть, относительно недавно. Ни про какой 486 или Pentium там вообще речи не идет. Начиная с чипа GM45, если я правильно помню, ну цифра 45 точно была в маркировке, стала действительно поставляться отдельная микросхема на материнской плате, которая является микроконтроллером, абсолютно полноценным компом. Там есть Proc, что-то вроде Atom. Там есть ROM-чип, на котором записана операционная система Minix, насколько мне известно, никак не измененная. И там есть оперативная память, там есть все, что нужно для того, чтобы это был полноценный комп. Плюс эта микросхема имеет доступ к сетевым интерфейсам и к оперативной памяти компа. Безусловно, она не имеет никакого доступа к файловой системе вашего компьютера. Так что чудо там никакого не произошло. Она не умеет читать файлы с вашего жесткого диска. Но она умеет обрабатывать ваш сетевой трафик и может, в принципе, анализировать данные, которые в реальной оперативной памяти компа имеют место. Теоретически Intel ME нужен для того, чтобы удаленно управлять всей этой вашей инфраструктурой. Если он в сервере, если он в настольном компе, неважно. Позволяет определенным образом удаленно чем-то управлять. То, что там Minix обнаружилось случайно, в том числе и Таненбаумом, автором Minix, потому что его никто не спросил. Поэтому, отвечая на ваш вопрос про лицензию, да все забили на лицензию, просто взяли и украли. Intel украл Minix, установил его в Intel ME и узнали об этом только когда сделали дамп его ROM чипа и нашли несколько текстовых строк, явно указывающих на то, что это именно Minix. На что сам автор сказал, ну и круто, значит Minix сейчас самая популярная операционная система в мире, потому что интеловских материнских плат установлено в мире очень много. На части из них стоит Linux, на части Windows, а Minix стоит на всех из них. В какой-то момент эту микросхему из материнки можно было просто выпадить и избавиться от этого дрона. Потому что проблема в том, что как код закрытый, совершенно неизвестно, что на самом деле он делает с вашим компом, с вашими данными. Никто этого не знает, кроме Intel, а Intel этой информацией не делится и это абсолютно законно. Но потом эту самую микросхему стали впаивать в Северный мост, она теперь часть чипа вашего чипсета. И теперь ее выпадить нельзя и выключить толком нельзя. Она работает даже когда ваш компьютер выключен, если он просто включен в розетку, но выключен. Этого достаточно, Minix запущен, сетевой трафик есть, система работает. Ну вот такая ситуация. Скандал, в общем, большой, но по сути все законно, поэтому чем кончится непонятно.